Сегодня я расскажу вам, как открыть достижения в играх Steam, а также расскажу, за что может быть бан и как открывать достижения правильно, а также какое приложение для этого существует и безопасно ли оно. Первый вопрос, который у вас возникнет, это моральная точка зрения, то есть хорошо это или плохо открывать достижения в Steam. Если вы не набираете преимущественно другим игроком при помощи открытия достижений, значит ничего в этом плохого нет. Второй вопрос, дадут ли бан за открытие достижений таким способом? На самом деле бан еще никто не получал, но есть один нюанс. Перед тем, как накручивать достижения, я вам настоятельно рекомендую проверить игру, в которой будете накручивать. Есть ли в ней мультиплеер? Если его в нем нет, значит никогда никакого бана вы не получите и риска никакого не будет. Если же вы будете накручивать в играх достижения с мультиплеером, особенно те достижения, которые дают преимущество, скорее всего вы схлопочите бан. Например, в GTA 5 есть некоторые достижения, которые за которые дают деньги. И если вы откроете эти достижения нечестным способом, то скорее всего вам придется переживать и волноваться не прилетит ли бан. Хотя и это не факт. Многие накручивали достижения и в играх с мультиплеером и ничего им за это не было. Но рисковать конечно никто не желает и я вам рассказал как это сделать. То есть не рисковать. Лучше накручивать достижения там, где нет мультиплеера. То есть сетевой игры. Накручивать достижения неинтересно, скажете вы. Интересно зарабатывать их самому. Это дело каждого и все крайне индивидуально. Поэтому никому ничего не навязывается. Зачем это делал я вообще? Сейчас стартовала летняя распродажа в Steam и здесь давали бонусы за достижения. Устанавливать каждую игру я не хотел. И поэтому без установки были накручены некоторые достижения. Допустим в этой игре. Давайте непосредственно перейдем к самой программе. Программа Sam. Я запакую в архивчик и положу в облако. На вирусы я проверил данную программу. Никаких вирусов здесь нет. Так что не переживайте. Открываете программу. Она не устанавливается, а просто открывается локально. Никаких авторизаций не требует. Поэтому все хорошо. Открываем Sam Picker. Разрешаем Бридмауру доступ в интернет. Я уже подобрал игру без мультиплеера. Возьмем эту игру. Итак, здесь она находится. Как видите достижения не открыты вообще. Выбираем ее двойным щелчком левой кнопкой мыши. Еще раз разрешаем Бридмауру. Ну и здесь мы можем сделать следующее. Открыть все достижения. Итак, закроем их снова. И выберем некоторые. Все открывать не будем. Вы можете открывать все. И нажимаем кнопку Store. Как видите достижения были открыты. Вылетели оповещения в Steam. Также здесь появились 7 открытых достижений. На самом деле данное приложение может открыть достижения во всех играх. Давайте подведем итог. Для того, чтобы не получить бан, вы уже поняли, не нужно открывать достижения в играх с мультиплеером или сетевой игрой. Так как потом будете сами же переживать. Во-вторых, с моральной точки зрения не стоит открывать те достижения, которые будут вам давать преимущественно другими игроками в сетевой игре. Ну и о том, кто же получил бан за все время использования этой программы. Облазив и прочитав все форумы, я выяснил, что никто никогда об этом не говорил. То есть, вряд ли кто-то когда-то получал за это бан аккаунта или какие-либо санкции.